Вот в этой части я буду довольно много петь афганских песен, хотя не обязательно только афганские. Ну почему? Ну неудобно говорить, но я был практически во всех горячих точках, которые были в нашей стране и за рубежом в это время. В том числе и две Чечни, хотя так не очень-то сильно это было, но все-таки был. В Афгане был какой-то полет, какая-то музыка, вот сами солдатики сочиняли песни. Я тогда первый раз приехал, через несколько дней, как только это все совершилось, удивился, что уже есть песни, понимаешь? Я думаю, что нашим ребятам из Академии тоже будет интересно, потому что это тоже история нашей страны. В Чечне меня, кстати, поразило, вот сейчас не знаю, может кто-то мне может назвать. Я слышал много наших песен, в смысле, которые сочиняли ребята в Чечне, но в основном или переработки наших афганских песен, понимаешь? Или, в общем-то, слабое нытье. А мы писали более-менее серьезно. Поэтому сейчас кое-что... Здесь много людей связанных с Афганистаном, я об этом немножко скажу. А те, кто не связан с Афганистаном, там, ну, ребят, как сказать, я тоже не очень-то связан. Я туда просто ездил в командировки, как журналист. Но это была другая война, другое время, и в нем что-то было такое волшебное. Я не могу это объяснить. За нами стояла большая страна, и как-то все было не нужно. Так. Но песню я буду петь, как бы, непростые там. Не столько душ зарезан, сколько погубил и так далее. Первая песня называется «Афганские гарнизоны». Я попытался... Попытался вспомнить те гарнизоны, которые я более-менее знаю. И что-то характерное, что в них происходило. Ну, как пример, там, вот какой-то там Пулихумри упоминается, что и каждый что-то час пугает нас, рванувшись с дуры на складах боезапаса. Это я не просто так для рифа написал. А там действительно, это был какой-то большой подрыв наших боезапасов. И это было что-то такое очень громкое и, как бы сказать, очень шумное. И очень много было огня. Ну, ладно. «Афганский гарнизон». С ташкентской пересылкою, последнюю бутылкою простился. Я и дам воздушным сообщением другое измерение в другие города. Кабу, Кабу, РСФГУ. Кабу, Кабу, РСФГУ. 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 РСФГУ. Кабу, 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 РСФГУ. Вы, бедолагу, положили меня, И отсюда ни шагу, я спокойней коня. Ведь от ног до макушки Весь я гипсовым стал, Мне не надо подушки, разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, Что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки Здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях В госпитальном чаду, В наркотичном, спиртушном, Матершинном бреду. Если чудо случится, Если снова срастусь, Дай свой адрес, сестрица, Может быть, пригожусь. Но, а коли не воскрес, Но все равно хоть часок Проживу на чудесный, Поглядев, адресок. В королевских конюшнях Метра нет для коня, Медсестра мою душу унесла от меня. А вот сейчас я вам не завидую. Очень тяжелая песня, которую я вряд ли хорошо спою. Это песня, за которой у меня были какие-то и бонусы, И были огромные расстройства, потому что в ней Аллах Акбар, да, Аллах Акбар, Аллах Акбар Велик. Я знаю из хороших, надежных источников, Что, ну, по крайней мере, во Вторую Сеченскую войну Ее пели по обе стороны фронта. Но не все понимают, что она написана от лица советского солдата. Некоторые, вот у меня много заходов там в интернет, Или где-то сотни тысяч, и меня ругают, Проклинают, что я написал эту песню. Ну, ребята, наверное, не понимают. А в принципе я написал, потому что в Афгане Одно время было такое, ну, я был свидетелем, Шутливый привет офицеров Аллах Акбар В наших сердцах. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах Акбар. Мне было тошно в жизни той, я жить, как все, не смог, Простился с верной женой. Аллах Акбар, дружок Аллах, Аллах, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакал, наконец, Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар горит в песок и рушится скала, И очередь наискосок дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар пылает склон и перебит дозор, Видишь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор. Аллах, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем там в цинковых гробах, Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах, Аллах Акбар. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах, Аллах Акбар. Аллах, Аллах Акбар. Там кто это самое, написали заявочки, я знаю, Но не все я их исполню, Потому что некоторые я перенесу на следующие выступления, А некоторые я учту. А вот сейчас моя собственная заявка. Есть у меня такая песня, которая, ну, не стала популярной, А я считаю, что это моя лучшая песня. Вечерний свет в горах погас, В учили сыро и темно, Вода во флягах, как вино, Война не понимает нас. Путь оставались мы не раз, В ущельях с ней наедине, Но ни на склонах, ни на дне Война не понимала нас. На гребни высланы посты, Их поменяют через час. Война глядит из темноты, Она не понимает нас. А мы опять не сжем кострын, А мы уже не тушим глаз. Война не понимает нас, Иначе б вышла из игры. Вечерний свет в горах погас, В училих сыро и темно, Вода во флягах, как вино, Война не понимает нас. Здесь у нас, но я еще вспомню по-другому слову, По-другому слову, по-другой песне. Но все-таки Толя Ужетнухин, Извини, Толя, я тебя упомяну. Вот ты издал молодой гвардии Книжку «Звезда над городом Кабулу». И это тоже была «Звезда над городом Кабулу», Ты был составитель. Но вот эту песню, как ни странно, Но сейчас уже не слышу, А лет 10 назад я чаще всего слышал в метро, Когда ребята, которые косят под афганцев, Ходят по вагону. Ну, это 10-15 лет назад уже было. И вот они, правда, пели ее быстро, Я пою медленно. Это моя песня, называется «Звезда над городом Кабулу». И то, что Жетнухин назвал Какой-то одной из книг, Кстати, лучшая книга, Которая издана про Афганистан. Горит звезда Над городом Кабулу, Горит звезда Прощальная моя, Как я хотел, Чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке ян. И я лежу, смотрю, как остывает Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, А нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца, Горит звезда, Пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда, Декабрьская чужая, А под звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю, Все, с чем впервые расстаюсь навек. И я слезой последней провожаю, Все, с чем впервые расстаюсь навек. Горит звезда над городом Кабулом, Горит звезда прощальная моя, Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда над снег упал в атаке я. Были такие удивительные люди в Афганистане, Которые назывались советники. Советник советской стороны. Сегодня, по-моему, советник советской стороны, Про которого я написал эту песню, не присутствует. Виктора Дмитриевича здесь нет? Ну вот, обещал быть собакой, ну ладно. Но песню все равно спою, Потому что у нас сейчас в этом зале Присутствует достаточно много ребят советников И военных, и политических, и по комсомолу. И в том числе вдова и дочь нашего советника По органам КГБ в Афганистане. Это Хады назывался. Любовь, что-то на тебе имею в виду. И тебя, Оля, тоже. Песня, она посвящена как бы конкретному человеку, Но она посвящена вообще всем советникам. Ребята, одно дело жить, служить и умирать Среди своих, А другое дело среди чужих, Которые тебя могут предать в каждую секунду. Поэтому я хочу, чтобы мы советников Сегодня все-таки вспомнили, да? Эту я песню написал еще когда шла Вся эта афганская война. Мы одного парня советника, Очень такого хорошего, Ну, провожали к новому месту службы. Он сядет на поезд хороший, А все дальше документально. Уедет служить в Ленинград, Он хочет не думать о прошлом, Как года четыре назад. Не спит от колесного стука, Хоть и на ночь попил не чайку, В окошко уставился Жуков, Советник в афганском полку. Он помнит, он помнит туда-тун, Когда в роковом декабре В полку сбунтовали солдаты И ждали его на дворе. И вышел военный советник, Небрежный ремень теребян, А там под ремнем пистолетик, Девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы И пятились по одному. Советник страшнее приказом, Они подчинились ему. Своим пистолетиком малым Сарбазов погнал он вперед, Туда, где за каждым дуалом Мятежный строчил пулемет. И шли, прикибаясь от страха, Судьбу проклиная, но шли. Советник страшнее Аллаха, Когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, Не весел, в экспрессе Москва-Ленинград, Мир тот же из крови и песен, Как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, А мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, Советник советской страны. Сейчас попытаюсь спеть песню, Которую, может, не хватит Уже осевшего голоса. Мы еще, когда шла афганская война, Мы записали в Ташкенте Четыре больших пластинки Время выбрало нас. И, может быть, у кого-то случайно, Потому что большим тиражом Они выходили. Но мы записывали это дело Чуть ли не за один день. Четыре пластинки. Это же невозможно. И у меня там было... Все было плохо, А одна песня неплохо получилась. Вот я попытаюсь вспомнить Последний поход. Разорван погон Под ремнем автоматом И стерлась тельняшка На левой груди, Где сердце колотится, Не виновата Во всем, что за нами И что впереди. Пошли по ущелью, Спустились в долину, Поднялись оттуда На горный хребет, В бою разделившись На две половины Оставшихся здесь И оставивших свет. Пошли по хребту По горящему склону, Фронтальной атакою Взяв перевал. И снова Господь Перестроил колонну Из двух одного В небеса отозвал. Пошли с перевалом По тропам овечьим, По минным ловушкам, Под скрестным огнем, Внезапно сверкавшим Сиянием вечным, Ребятам, с которыми Рядом идем. Спустились по тропам На горное плато, Легко нам загадывать Нечет и чет. Один из нас в небо Взметнется крылатом, Другого навеки Земля привлечет. Разорван погон По ремнем автоматом И стерлась стельняшка На левой груди, А сердце колотится Не виноватым Во всем, что за нами И в том, что впереди Когда я первый раз Прилетел в Афганистан Без всяких документов, Просто переоделся в военную форму Так на дурачка-то И удалось сюда попасть. Вот. Несколько дней уже шли Боевые действия. Что меня удивило, Вот солдатики сочиняли песни. Солдатики сочиняли песни. И очень много выдумали Какую-то любовь. Любовь, любовь. Любимая, жди меня, Береги нашего общего ребенка. Я одного такого мальчика спрашиваю, Говорю, ну что ты написал-то? Ты хоть когда-нибудь Хоть по-настоящему целовался? Я не знаю, что такое по-настоящему. Но я, говорит, На класнице целовался. Я говорю, В засос ли я? А что значит в засос? Я говорю, ну ладно. А при чем здесь ребенок? Говорю, ну кажется, Что если кто-то тебя ждет, Не только мама, То, может, и не убьют. Вот я написал такую песню, Это моя песня, Ну как бы по мотивам Солдатских песен. Я под огнем перекрестным не струшу Ради твоей неизвестной любви. Может быть, смерть мои руки развяжет, Я обниму тебя, падая в сне. Горы высокие небо расскажут, Как человека любил человек. Словом прощанье, слезою печали, Ни задалека ни тревожь, ни зови. Лучше останься такой, как в начале Нашей с тобой неизвестной любви. Мы не бродили Москвою вечерней, Не целовались в нескучном саду, Не придавай же большого значения, Если однажды совсем не приду. Ближе, ближе чужие халаты, Все позову, и мои письма порви, Как я себя разрываю гранатой Ради твоей неизвестной любви. Как я себя разрываю гранатой В память твоей неизвестной любви. Вот не каждому удается написать Какую-то народную песню. Мне почти удалось, Хотя я в ограниченном количестве. Я знаю несколько ребят, Которые, так сказать, говорят, Что они написали эту песню. В основном афганцы. Эта песня называется, Я ее называю песня о советской печати, А когда поют ее афганцы, Они называют песню об афганской армии. То есть нам не удавалось Писать всю правду О том, что происходит в Афганистане, Но мы старались. Но приходилось врать иногда. Дрожит душман в поле хумри И около герата Его крушат, черт побери, Афганские солдаты И в Кандагаре, и в Газни, И в Балхе, и в Кабуле Войска афганские одни Ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, Они нас защищают, О чем советская печать Стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, Навряд ли больше взвода. Границу перешел и встал, Любуется природой, Дает концерты в кишлаках, А в паузах-антрактах Детишек носит на руках И чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, Но где ему сравнится С афганской армией лихой, Которой враг боится? Она разбила тысячу бан, Нет, миллион миллионов, Почти очистила шинданты Два других района, Сильно, отважно, велика, Заслуженно, известно. А мы все пляшем, Га пока и чиним трактор местный, А мы плясали, Га пока чинили трактор местный. Жалко, но мне и вас тоже не хочется грузить, конечно. У меня много песен про вертолетчиков, И это самая трагическая военная специальность. Я люблю и уважаю там и ВДВшников, и спецназовцев. Но вот, например, в Афганистане больше все и гибло, И главное, переставали быть боеготовыми вертолетчики. Почему? Потому что когда один раз собьют, То еще человек может летать. А когда второй раз собьют, Он становится... Он уже просто не может летать. А у меня вот книжка есть такая, Афганский дневник. Я посчитал, что Из тех, кого я подробно писал, Там примерно, Ну, около 15 человек, 12 погибли. С кем я летал, про кого я писал, Просто я летал. Вот. Поэтому про этих легендарных людей Мне хочется много петь, Но мне не хочется, чтобы было грустно. Я спою веселую песню про вертолетчиков. Иногда говорят, что я написал это про Анну Вески. Не совсем это. Помесь Анны Вески, Помесь моей подруги Эдиты Пьехи, Она тоже, кстати, в Афгане была. Вот. Ну, какая-то такая была ситуация. Звезду электронной эстрады Красавицу лет тридцати На точку из Желалабада Им выпало перевести Она улыбается ярко По лесенке всходит в салон Одетая в темной немарке Но бархатный комбинезон Запущен движок вертолетом Ревет и вибрирует мир Оглядываются пилоты Как будто она командир Величественная и лукава Певица кивает слегка Вручая им сладкое право Нести ее под облака Отводят смущенные взгляды Взлетают в эфир, говорят Над рощами джелалабада С бесценной ножей парят Потом начинаются горы Вершины близки и грозны Тревожные переговоры Которые ей не слышны Как молодые летчики эти Певица подумалась вдруг Здоровались прямо как дети Смущаясь касания рук С улыбкой встала в салоне Прошла каблучками стуча И две несравненных ладони Накрыли двоюных плечам Но не оглянулись пилоты Не вздрогнули, не напряглись И лишь впереди вертолета Какие-то искры зажглись С улыбкой Вернулась с салона на скамью Ругая свой жест Он из песен И чуткую душу свою На точке простилась надменным Спустилась по лесенке в пыли И гордо вшагнула в военный Подъехавший автомобиль Пилоты плечами пожали Проштрафились чем и когда Ведь даже что их обстреляли Не знала в салоне звезда Запущен движок вертолета Ревет и вибрирует мир Летим как к тому пулемету Сквозь зубы сказал командир Вот одна заявка, которая пришла За несколько минут для начала нашего общения Пришла там естественно по интернету Из Мюнхена, как ни странно Если скажу дальше, вообще удивитесь От бывшего редактора радио Свобода Враждебного радио А был такой наш русский парень Валера Коновалов Который остался по разным причинам жить в Мюнхене Но он был наш русский советский парень И когда нам здесь в 90-е годы Не давали ни слова сказать То я вот журналист, правда Там советский полковник Я выступал по радио Свобода Я говорил там такие вещи За советскую власть Которые здесь вообще невозможно представить Ну вот А он просил спеть мне одну песню Для нашего общего друга Героя России Это звание такое Вместо героя Советского Союза Героя России Александра Маргелова Ему в эти дни исполнилось 70 лет Чем он интересен? Ну он многим чем интересен Ну я это скажу, да Он сын, да Ну я не хотел начинать, что он сын Он сам герой Вот Ну он был первым, кого выбросили Из самолета в железяке Называлась боевая машина десанта Их тогда впервые посадили в броню Там вон еще одного парня И бросили на парашютах Совершенно не знаю, чем это кончится Ну да, он военный инженер Я потом у Василия Филипповича Маргелова Вот этого легендарного основателя И командующего ВДВ Спрашиваю Василия Филипповича А почему сына-то бросил? Ну он как всегда Он сначала, значит, выматерится Потом закурит беломор Потом говорит Ну и что ты хочешь? У меня сын в армии служит Ты хочешь, чтобы я другими рисковал? Я говорю Нет, нет, ничего не хочу Ну вот Это посвящено Александру Маргелову Десант не знает, куда проложен В полетных картах его маршрут Десант внезапен, как кара божья Непредсказуем, как страшный суд Десант внезапен, как кара божья Непредсказуем, как страшный суд Хоть за три моря Хоть за три горя Хоть с ветром споря А хоть с огнем Взлетает вскоре Со смертью в ссоре Десант не надо Грустить о нем Нам пол Европы Вцепилась тропы Мы знаем тропы В любой стране В центральной, южной В нейтральной, дружной Мы будем драться Со спина к спине В центральной, южной В нейтральной, дружной Мы будем драться Со спина к спине А если маршал в тебя не верит А если дома живым не ждут За все ответит далекий берег Куда причалит твой парашют За все ответит случайный берег Куда причалит твой парашют Десант не знает Куда проложен в полетных картах Его маршрут Десант внезапен Как коробожьем Непредсказуем Как страшный суд Десант внезапен Как коробожьем Непредсказуем Как страшный суд Ладно Устали немножко? Ну ничего, скоро закончим Устали Нет, мы лучше долго пообщаемся Ну так как мы немножко позже начали И немножко затянули Поэтому я еще примерно Три песни спою Вот песня За все отвечаешь исходы Железная птица Покорно трубя Соскальзывает с небосвода Пробита обшивка Разбито стекло Передняя стойка погнута Но ты приземлился Тебе повезло Тебе и в пехоте кому-то Он ранен Тебя посылали к нему Ты сел под обстрелом на скалы Железная птица В сигнальном дыму С гранитным слилась Пьедесталом Погрузка закончена Двинут шаг газ С трудом отрываешь машину Ты в небе Ты выжил И ты его спас Бойца с безымянной вершиной Берешь на себя Все берешь на себя За все отвечаешь Исходы Железная птица Покорно трубя Летит посреди небосвода Сейчас все-таки хочу Одну такую Немножко грустную И вялую песню спеть А бывают Песни Которые Ну самому автору Что-то значит У меня Я написал Одну такую Повесть Вернуться и жить И у меня Песня тоже Из давних Называется Вернуться и жить Вот представьте Раньше еще В Советском Союзе Когда все это Балагана не было Ни Чечни Никого Ни ИГИЛа Ничего И вдруг Какие-то ребята Мальчишки Попадают в Афганистан Два года служат Потом возвращаются Я их видел Они ошалевшие Вот так вот Они ничего Не то, что ничего Не понимают Но им тяжело Если даже мы В какой-то короткой Командировке На две недели Приезжаешь ошалевший Смотришь На все, что происходит Вот такая песня А дома все по-старому А в жизни все по-новому Прошелся бы бульварами До сапоги с подковами Весна ручьями бесится Птенцы пищат под крышами Двадцать четыре месяца Не виданы, не слышаны Из-за телеантеннами Такая даль спокойная Как будто бы вселенная Вовек не зналась с войнами Мать пирогами занята Кричит из кухни весела Вот рада будет танята А то уж нос повесила Глядишь в окно широкое На блещущие лужицы Опять вокруг да около Воспоминания кружатся Брат переходит к физике Сопить не получается Гвардейская дивизия С героями прощается Гремен салюты вечные Полки идут колоннами А жизнь-то бесконечная А слезы-то соленые А жизнь-то бесконечная А слезы-то соленые Три песни осталась Одна более-менее веселая Ведь это сердце Нет, лучше еще раз начать Ведь это сердце А не фляжка И не вода течет А кровь Спасай десантная Дельняшка Дай силы женская Любовь В чужой земле В нерусском небе Война следила День за днем Как на солдатском Горьком хлебе Мы выживали Под огнем Атаки, рейды И подрывы Стук пулеметов И сердец Но мы с тобой Остались живы Но мы вернулись На конец А если снова Станет тяжким И нас война Догонит вновь Спасай десантная Дельняшка Дай силы Женская Любовь Спасай последняя Дельняшка Дай силы Первая Любовь Я бы не стал, конечно, одевать очки там, да Но если бы это не легендарный Игорь Морозов Кабул, Ташкент Я спел Без Киева обойдемся Ну ладно, если Морозов хочет Она приобрела какой-то новый смысл, да Попробуем В драных герзачах С пушкой на плечах Мы прошли тебя, Афган В солнечных лучах В ледяных ночах Снился нам зеленый ААН Кабул, Ташкент И далее на Киев Где заждались крещатики Подол Оксана М И многие другие Которых я пока что не нашел Сброшен лишний вес Сдано КМС И получена медаль И глядишь с небес Как Афган исчез Впереди другая даль Кабул, Ташкент И далее на Киев Где заждались крещатики Подол Оксана М И многие другие Которых я пока что не нашел Родина в окне Фото на стене Над кроватью свет луны Что сказать жене Если снится мне Не любовь, а путь с войны Кабул, Ташкент И далее на Киев Где заждались крещатики Подол Моя жена И многие другие Которых я Конечно не нашел Я специально спел Чтобы подразнить Игоря Морозова Которую напоминаю Вы можете услышать Настоящего классика Нашей афганской песни Игоря Николаевича Морозова 19 декабря В это же время Но в соседнем зале Зале, да Ему все не нравится Что когда я пою Моя жена И многие другие Которых я пока что Да ладно Так Я хочу извиниться Перед всеми женщин Что сегодня вас Бедненьких Замучили в войной песне Но если вы заметили То в каждой почти военной песне Все сводится Все равно к женщине Я вспоминаю Такой старый анекдот Извиняюсь Что старые анекдоты Рассказывают Сташина говорит Рядовой Иванов О чем вы думаете Глядя на этот карпич Говорит О бабах Товарищ Сташин Почему о бабах А я завсегда о них думаю Вот И поэтому вы могли заметить Что в этих моих песнях Тоже там Ну хочется спеть Тем более я упомянул В одной из предыдущих песен Про первую любовь Я хочу спеть Перед серией объявлений И потом последней песней Одну песню Связанную С моей малой родиной Городом Шуеваневская область Нет Делать нечего Мы потом споем Не сегодня На улице Вихрева Дом угловой И старый балкон Над моей головой И утренним солнышком Освещена Стоит на балконе Чужая жена Послушать Это не песня А быль Проедет машина Поднимется пыль И женщина Снова Как в памятный год Из жизни моей Из балкона Уйдется Конечно Я сам был Во всем Виноват Конечно Нельзя Возвратиться Назад Но как Мы посмели Но как Мы смогли Расстаться С друг Другом В случайной Пыли Пора Здесь Дорогу Перегородить И мне Бы Пора Перестать Приходить На улицу Вихрева К дому Тому Где я Ни себя Ни ее Не пойму На улице Вихрева Дом угловой И старый балкон Над моей головой И утренним Солнышком Освещена Стоит на балконе Чужая жена Так Теперь почти объявление Но вам хочу сказать Что вот я спел песню На улице Вихрева Все Что за улица Вихрева Что за Вихрева А вы все Невольно Это знаете Но Шую Никто не обязательно Знает А Вихрев Это жил Такой В Шую Был журналист Который Открыл Палех 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 Он тогда Этого самого Да не революционера Он был просто Нормальный журналист Он тогда Горького Раньше же В Палехе Рисовали иконы Богомаза А вот Вихрев Он сделал так Что Палех стал известен Через Горького Они стали делать Шкатулки Все И он погиб За Палехом Он Поехал К художникам Тогда еще 20-е годы Естественно Не на машине А на лошади Места у нас Глухие От Шои До Палеха Напился Выпал Из саней И замерз Как в песне Поехал Сотряд не заметил Потери бойца Да Вот И остался Да Вообще Шую Город контрастов От улицы Вихрева Справа есть улица Белова И слева есть улица Белова Почему Никто не поймет На самом деле Один Белов Оказывается Какой-то Афанасий Второй Павлантий Один значит Герой Гражданской войны Другой Какой-то Политический Деятель Короче говоря Вот мое объявление Такое Что Следующее выступление Оно будет Я думаю Или в начале Или в середине Апреля Я очень хочу Чтобы кто-то из вас Кому здесь Понравился Пришли Я постараюсь Петь другие песни Хотя много Военных Афганских Но еще Может добавлю Чеченских Вот Ну и в том числе Я хочу Несколько Каких-то шучих песен Не обязательно Лирических Иногда таких Что на грани Там публикации То, что в шуе В том числе В шуе вечером Делать нечего Ну вот ладно Сегодня заказ Кто мне заказ Ну давай В шуе вечером Делать нечего Пьянству бой Из кармана мы Да по рваному И в запой А в запое жизнь Хочешь спать Ложись Хочешь пой Мы по маленькой С Бобом С Аликом По второй Алик с бельцами Мол там ельца есть В телефон Боря молвил мне Может вздрогнули Я как он Тут по случаю Да шипучая Из горла Боб уж все допил Но Альберт звонил Мол дела Мы без лишних слов Да пошли в Павлов Я и Боб Ребята Ей Бог Эту песню надо пояснять Надо И там свет И кого там нет Аж озноб Боб он к дельце Мол там дельце есть Я мол Боб Не походим ли Под мелодию Вместе что Знать согласная Дева красная Славки прыг Бобу вечером Делать есть чего Боб достиг Я один хожу Про себя твержу Пьянству бой Вот бы заново Да порваному И в запой Спасибо что так долго Внимательно слушали Еще раз напоминаю У нас примерно Остается Час на общение Последнюю песню Я хочу спеть Которая посвящена Вадиму Валерьяновичу Кожанову Я очень хочу Чтобы вы услышали Эту фамилию Тем более Сейчас эти книжки Его издаются Которые раньше Плохо издавались Кожанов Вадим Кожанов Если хотите знать Что было в России Давным-давно У него есть книга История Руси Русского слова Если хотите знать Что происходило С Россией реально В 20 веке У него есть книга Загадочная страница 20 века Если вы хотите знать Что было такое Там Вторая мировая война Короче говоря Его любимая песня И он как-то Однажды мне сказал фразу Ты знаешь Говорит А может это Лучшая песня 20 века Вот на этой песне Мы и расстанемся Это конечно моя песня От боя до боя Недолго Ни коротко Лишь бы не вспять А что нам терять Кроме долга Нам нечего Больше терять И пусть на пространствах Державы Весь фронт наш Незримый опять А что нам терять А что нам терять Кроме славы Нам нечего Больше терять Белоткие волосы Серый Но выбилась Белая прядь А что нам терять Кроме веры Нам нечего Больше терять Звезда Из некрашенной Жести Восходит Над нами Опять А что нам терять Кроме чести Нам нечего Больше терять А что нам терять Кроме чести Нам нечего Больше терять В короткую песню Не верьте Нам вечная Песня Подстать Ведь что нам терять Кроме смерти Нам нечего Больше терять Да что ж Нам терять Кроме смерти Нам нечего Больше терять Спасибо До встречи 19 декабря И потом в апреле Время на общение У нас все равно осталось Нас